МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, привет, Максим! Кто это у нас тут такой красивый? Привет, Ксюш! Знакомься, это Валечка, наш с тобой соведущая. Валечка, деточка, где твои родители? И почему ты, собственно, так странно одета? Родители Валечки в далеком походе, потому что они туристы. И Валечка одета не странно, а так, как надо, если собираешься отправиться в лес на прогулку. Что-то я вообще ничего не понимаю. Уже лес, поход, Валечка. Я пока поняла только одно, что ребенок временно остался без попечения родителей. Видимо, нам с тобой придется взять ее на поруки. Видишь, как силен в тебе, Ксюша, материнский инстинкт. Итак, решено. Берем Валечку на поруки, а взамен она делится с нами секретами уральского леса. У нас что-то сегодня как в сказке. Чем дальше, тем интереснее. Эй, Ксюша, что еще будет? Только давай сначала поздороваемся. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Научиться лечиться». И с вами мы. Ксения Степанова. Валечка и Максим Самаров. С заболеваниями сердечно-сосудистой системы сталкивается почти каждый третий житель нашей планеты. Причем зачастую человек может даже не догадываться, а первыми проявлениями могут быть серьезные осложнения. Ежегодно во всем мире фиксируется примерно 17 миллионов смертельных случаев. В Прикамье свыше 50% смертей также по причине проблем с сердцем и сосудами. Почему? Одной причины такого состояния в здоровье нашего населения, наверное, нет. Это целый комплекс причин и экономических, и социальных. Это, собственно говоря, и постоянный хронический стресс, погрешности в питании. Одно из самых главных – это все-таки, скажем так, недостаточная остороженность населения в отношении своего здоровья. К сожалению, русский человек ходит, скажем так, и терпит до последнего. И не всегда в таких случаях медицинская помощь может принести желаемый результат, но врачи все равно борются. Самые тяжелые случаи лечат здесь, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Сергея Германовича Суханова. Федеральный центр – это последняя линия, то есть здесь сосредоточены наиболее сложные случаи в том числе. То есть мы оказываем им виды помощи пациентам, которые в других учреждениях просто, ну, допустим, края того же не берутся. Только за прошлый год через поликлинику Федерального центра прошло 29 тысяч человек. Из них 5000 пациентов проведены сложные высокотехнологичные операции. Это лечение ишемической болезни, врождённых и приобретённых пороков, нарушений ритма сердца, эндоваскулярная хирургия, имплантация клапанов и многое другое. Выживаемость после наших операций в центре у нас составляет 99,4%. То есть мы боремся уже за десятые доли процента. Что касается детства, то выживаемость после наших операций – 98%. Это тоже очень хороший показатель, он соизмерен с европейскими показателями. В год только у новорождённых детей здесь выполняется более 100 операций. Всего же через детское отделение проходит более 700 юных пациентов. И это не считая работу поликлиники. Детство здесь одно из лучших направлений. Я Юрия Семёновича знаю давно, он ведущий детский хирург в стране и здесь не обсуждается. Вообще я оперирую достаточно во многих клиниках, как в России, так и за рубежом. Могу сказать честно, что здесь достаточно очень высокий уровень. По сути, это стандартная западная клиника со всеми подходами ко всем видам операций. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень операций, необходима и качественная диагностика. Ведь зачастую, наряду с заболеваниями сердца и сосудов, появляются нарушения и других систем организма. Позволяет обнаружить какие-то опухолевые процессы, нарушение кровообращения головного мозга. Были инсульты перенесены, если это, то она здесь обязательно покажется. Здесь как бы замкнутый цикл в том плане, что пациент, приходящий сюда, он может получить не только хирургическое лечение, но и диагностику перед ним. Современную диагностику – это, собственно говоря, и экспертные классы ультразвуковое исследование, это и функциональные пробы, и томографическое исследование в любом виде, которое существует известно сейчас. Обслуживает федеральный центр более 30 регионов. Всё лечение и нахождение в медучреждении оплачивается государством. То есть наш человек вправе требовать, собственно говоря, достаточно высокого уровня медицинской помощи. Это всё абсолютно реально. То есть сейчас уровень развития кардиохирургической помощи на территории страны, у нас, в частности, и здесь, достаточно высокий. Главное – потребовать эту помощь вовремя. Всегда есть первичные симптомы, на которые стоит обращать внимание. Утомляемость, одышка, боли в груди – всё это повод разобраться, что происходит с организмом. Конечно, насильно никого нельзя заставить. Но человек должен понимать, что здоровье, здоровье – только капитал. От этого зависит, собственно говоря, очень многое. И благосостояние, и его, и его семьи, и его детей. Так, значит, Валечка у нас собирается в лес. А ты, Ксюша, ты в эти выходные пойдёшь в лес? Нет, в лес я не пойду, мы поедем на дачу. Там у нас и лес, и речка, и всё, что хочешь. Так, понятно, ставлю плюс. Вопрос номер два. Знаешь ли ты, что такое иксодус персулькатус? Иксодус чего, прости? Так, ставлю второй плюс. Ну и последний вопрос. Что ты выберешь – окорицит или репеллент? Ну, Валечка, может быть, хоть ты понимаешь, что здесь происходит вообще? О чём говорит этот умный дяденька в очках? Ну, умному дядечке в очках всё понятно. Что понятно? Понятно, Ксюша, что ты в зоне риска по присасыванию клеща и заражению клещевым энцефалитом. О, Господи, Боже мой, я же забыла совсем про этих клещей, ведь правда? Вот это и страшно. Многие за зиму забывают, какая опасность подстерегает горожан в лесах и парковых зонах. А у нас весь Пермский край – одна большая эндемичная территория по риску присасывания клещей. А иксодус персулькатус… Ой, опять этот персулькатус. Кто это такой вообще? Это, Ксюша, иксодовый клещ, переносчик такого опасного заболевания, как энцефалит. Бедные клещи сплошь болеют энцефалитом. А вот и нет. Сам клещ этим вирусом не болеет, но является переносчиком и резервуаром инфекции. Заражается человек, когда клещ присасывается. В это время выделяется специальное вещество, которое не даёт крови свернуться. Таким образом, вирус попадает в кровоток, разносится по организму, и человек заболевает. Симптомы клещевого энцефалита напоминают обычную простуду. Повышается температура тела, появляется озноб недомогания, иногда возникают боли в животе. Возникновение симптомов возможно в течение 21 дня после присасывания клеща. Так что, если вы после посещения леса почувствовали вдруг недомогание, боли в мышцах, головную боль или тошноту, обратитесь к врачу. Возможно, это начальное проявление клещевого энцефалита. А самого укуса насекомого вы просто не заметили. А что будет, если лечить энцефалит, как обычную простуду? Видишь ли, Ксюша, вирус клещевого энцефалита поражает нервную систему. Проникает в клетки мозжечка, спинного и головного мозга. Возникает тяжелая картина менингита или энцефалита. Когда нарушено сознание, возникает расстройство чувствительности, двигательные нарушения вплоть до паралича. Так, я уже начинаю думать, что бы такое-то надеть, когда поеду на дачу, чтобы клеща было видно издалека. Нужно светлое, наверное, что-то, да? И вот тут на первый план выходит Валечка. Так, а что же она нам хочет сказать на первом плане? Валечка ничего не хочет нам сказать. Она демонстрирует. Молча. Что же она нам демонстрирует? Одежду предепорте весенний сезон. Смотри. Края штанины и рукавов плотно прилегают. Высокий ворот закрывает шею, а капюшон закрывает голову. На случай необходимости есть еще и противомоскитная сетка. Ммм, очень удобно. Особенно вот это вот. Если вы медийная личность, останетесь неузнанным. Да уж, в лесу это особенно актуально. Так вот, клещ обитает в траве, поэтому всегда ползет по человеку снизу вверх, выбирая участки с наиболее тонкой и нежной кожей. Например, подмышечные впадины или за ушами. Чтобы насекомое не добралось до искомых участков, на костюме смотри, какая щитрость есть. Ух ты! Непреодолимое препятствие. Вот именно! Защита от клещей обеспечена. А если обработать такой костюм репеллентами, то можно вообще не бояться. Бояться ни в коем случае не нужно. А вот опасаться стоит и осматривать надо себя хотя бы раз в два часа. При этом самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация. И она уже идет полным ходом. Так что не теряйте времени. Защитите себя и своих близких от иксодус персулькатус. Запомнила! Молодец! Ну, конечно! Уж очень красиво звучит. Знаешь, прям как заклинание из книжки про Гарри Поттера. Иксодус персулькатус! Действительно! Слушай, а как ты думаешь, Валечка не будет против, если я ее немножечко того раздену? Ксюш, ты о чем это? Ну, я только съезжу на дачу в ее костюмчике, а потом обратно верну. Ну, ей же холодно будет, она же маленькая. А я ей платьице свое дам, красивое. Валечка, ты же хочешь платьишко, скажи? Да, конечно, хочу, хочу! Иди уже! Субтитры подогнал «Симон»!